Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Бань. Подготовка к зиме идет в республике в штатном режиме. Об этом накануне говорили на аппаратном совещании. На контроле не только котельные, ЦТП, но и жилые дома, построенные для переселенцев из ветхого жилья. Нареканий к ним было много. Чтобы к осенне-зимнему периоду все недочеты устранить, в каждый дом приезжала специальная комиссия. Два месяца давалось подрядчикам на переделки. Сейчас начались повторные проверки. Исполняющий обязанности министр ЖКХ так прокомментировал их результаты. Обращаю внимание главу о том, что повторные выезды показали, что не все замечания выполнены, хотя нас подошли на проверку устранения замечаний, либо выполнены некачественно. Мы проверили три района уже. Уважаемые коллеги, к сожалению, качество устранения замечаний пока остается низким. С контроля дом не снимут до устранения всех недочетов, подчеркнул Александр Причалов. Он напомнил, 1 сентября федеральная программа расселения заканчивается. Регион готовит свою. В нее войдут дома, признанные аварийными, начиная с 2012 года. Министерство ЖКХ провело экспертизу этого списка. Выяснилось, что не напрасно в реестре необоснованно оказалось 130 домов. Собрать адреса, которые должны включить в этот реестр, обязательно задача муниципалитетов. Главам районов поручено подготовить списки тех, кто нуждается в срочном переезде. Кроме того, активизировать ревизию имеющихся помещений с целью реконструкции под жилье для переселенцев. Игринский район, Сарапол и Глазов уже подготовили свои предложения. Дом рушат, щепки летят. В Ижевске сносят кировские бараки. На их месте появится жилой комплекс из пяти высотных домов, сообщил главный архитектор столицы. Снос деревянных строений идет полным ходом. Рабочие раздают бревна на дрова бесплатно. По проекту новый микрорайон заселит 3000 семей. С инвестором заключен договор о строительстве садика и школы. Городские власти подтвердили, Ижевск уходит от точечной застройки ставка на комплексное развитие столицы. Когда заходят с комплексной застройкой, или на гвардной основе, или на рыночных отношениях, школа и садик строятся. Да, они будут чуть-чуть, может быть, попозже строить, чем жилой. Года, может быть, полтора-два разбежки будет, но это будет. Это гарантированно будет. Уже четвертый день. Врачи 1-й РКБ борются за жизнь 9-летнего мальчика. Он стал жертвой дорожной аварии. В Ижевске мальчик с бабушкой переходил улицу Союзную по Зебре, когда их сбила иномарка. 67-летняя женщина погибла на месте. Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в 1-ю республиканскую больницу. Мальчик находится сейчас в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства аварии. В том числе изучается и видеозапись с момента ДТП. Безопасные дороги и их качество – вопрос острый. Оборудованные по всем правилам пешеходки, установка светофоров и хорошее асфальтовое покрытие. К 2019 году количество нормативных дорог в Ижевске должно увеличиться вдвое. Это проект БКД – безопасные и качественные дороги. Курирует его Росавтодор. Руководитель ведомства два дня работал в столице республики. Его выводы прямо сейчас. Дорожные перемены на Удмуртской. На главной улице столицы «Эксперимент» здесь устанавливают первое в Ижевске тросовое ограждение. Работа по самой актуальной для республики федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» – БКД, если коротко. Как реализуется проект, лично оценивает глава Росавтодора Роман Старовой. Два дня он объезжал дорожные стройки. Вывод – Удмуртия может рассчитывать на дополнительное финансирование. Исходя из того, что график выполняется, качество выполняется, если будут территории, а такие, к сожалению, у нас есть, которые вошли в БКД, но не справляются с графиком выполнения работы, эти средства правительство приняло решение рассмотреть возможность перебросить на тех, кто в лидерах. Удмуртия сегодня в лидерах. Это дополнительные возможности на следующий год. В этом году в Ижевской агломерации, а это столица и ее окрестности в радиусе 100 километров, отремонтируют 56 дорожных объектов. Это больше, чем планировали сделать. Причина – почти 170 миллионов рублей экономии на торгах. Эти деньги вернули нам экономию обратно. Мы еще раз объявили торги на сэкономленные деньги. Это у нас улица Удмуртская, улица Пушкинская, два участка. И наш с вами переулок широкий, о котором все так много говорят. Все объекты первой программы БКД в октябре должны быть сданы. Уже сегодня готовность 80%. Республика начинает формирование адресного перечня дорог на следующий год. Обсуждение снова будет открытым. Самый простой путь внести предложение – соцсеть ВКонтакте. Группа «Безопасные качественные дороги». Любой желающий может посмотреть о том, какие работы проводятся, в какой срок они будут завершены, задать свой вопрос. В течение 48 часов мы отвечаем на все вопросы, которые к нам обращаются. И, безусловно, взаимоотношения мы будем только увеличивать. И опыт для нас очень важен. Приоритетность ремонтов по программе БКД определяют жители. Главный принцип – качественные дороги за разумные деньги. Потому подтвердили в региональном правительстве акцент на использовании местных материалов. Марина Бальюри, Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Акция «На встречу мечте» для людей с ограниченными возможностями прошла накануне в зоопарке Удмуртии. В этом году акция открытая для всех желающих. Как танцевали на колясках, плели цветы на ощупь, расскажет Елена Керн. Вот тут так вниз видно. А, ну ладно, пускай будет. Я бы все мог закрыть глаза. Давай. Вперед и дай. Молодец, дай ведет. Не страшно тебе? Да, конечно, друзья. Будущая первоклассница Амина на себе испытала, каково это – жить в темноте. Мама Милюша только за новый опыт. Считает, что только так можно воспитать милосердие. Только что семья вернулась из Крыма и сразу навстречу мечте. Так называется традиционный фестиваль для инвалидов всех категорий. Здесь и для слепых, и для глухих, и для людей на колясках. Здесь для всех людей, и помимо этого просто даже для здоровых людей, для мамочек с колясками. Здесь очень удобно. Тактильные устройства, таблички, рельефным шрифтом и шрифтом Брайля, коляски на прокат для инвалидов и даже первая тактильная скульптура «Маржа». Такого нет ни в одном российском зоопарке. Это один из удачных примеров того, как должна быть организована доступная среда. Две с половиной тысячи инвалидов собрались вместе и снова доказывают – мы талантливы. Каждый год здесь бывает от двух до трех тысяч человек. Такое массовое замечательное мероприятие, на котором представлены и разные стили. Вот эти цветы и целые букеты сплетены на ощупь слепыми и слабовидящими. Вот картины на воде, которые остаются потом на холсте и бумаге. Участники фестиваля продолжают удивлять. Это люди с безграничными возможностями, я их так называю, многих мы уже знаем в лицо, потому что мы встречаемся на территории зоопарка Удмуртии в пятый раз. И каждый раз они удивляют, эти сильные люди удивляют своим стремлением быть нужными обществу. А ровно через неделю для особенных детей Удмуртии состоится еще один праздник – катание на велосипедах. Елена Керн, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Международный фестиваль деревенской культуры прошел в Лударвай. Он был посвящен сразу двум юбилейным датам. 20 лет отметил в этом году сам музей-заповедник, а 105 лет исполнилось его главному символу – ветряной мельницы. Что на нашем празднике делали иностранцы, знает Елена Галимулина. Гурт в переводе с удмуртского – деревня. На второй международный фестиваль деревенской культуры приехали целыми подворьями. В подворье деревни Байтеряка Волнашского района все старинное – и прялка, и самовар, и песни, которые жители деревни исполнят на сцене. Наверное, у всех корни были из деревень, и всех тянет своим корням. Как говорят, человек должен знать семь поколений. Если он не знает эти семь поколений, он не знает откуда. Каждый должен знать свой род, свои корни. У этого объекта деревенской архитектуры тоже есть свои корни. Крыльями мельница замахала в честь своего 105-летия. А накануне Гуртфеста выяснилось, что даже в Ростуризме знают, кому она раньше принадлежала. Я точно знаю, что мельница Ветряная Водорвая – это мельница их родственников. Их родственников спрашивала, какая деревня, какая фамилия. Драгомировы, Чемкуюк, Алнашский район. Все совпало. Значит, они уже знают и в Москве, и за пределами. А благодаря Гуртфесту узнают и далеко за пределами России. Иностранцев на поляне Лударвая собралось много. Эстонцы приехали со своими народными инструментами, песнями, танцами. Рассказывают, им нравится, что здесь и экологически чистые продукты, и пища для души. Я заметил, что Удмуртия более развита с этими разными фестивалями, чем другие финно-горские народы, например, Мордовия или Мариэль. Удмуртия молодцы. То, что туристов в Удмуртии становится больше, почувствовали даже в небольшой деревне Ныргенда, Каракульнского района. В Марийском подворье национальные блюда и вот такая ручная мельница. Мы же должны сохранять свою культуру. Ребята вот некоторые впервые надели вот эти лапти. Даже названия некоторые не знают. Пусть будут знать. Каждый нашел в Лударвая занятие по душе. Кто-то мастерил, кто-то слушал песни, а кто-то наблюдал за пчелами. Гуртфест традиционно проходит в медовый спас. Я бы очень хотел либо построить, либо приобрести традиционную избу, традиционный дом, чтобы проводить здесь отпуск, либо вернуться сюда на пенсию. И таких влюбленных в нашу республику с каждым годом все больше. Елена Галимулина, Юрий Егоров, телеканал «Май Удмуртия». 3 сентября в Удмуртии пройдет забег добрых дел. Массовый старт пройдет в Ижевске в рамках проекта «Удмуртия. Территория спорта». Открыл серию турниров «Водкинск». Там прошел первый в истории Удмуртии триатлонный марафон «Титан». События обсуждают до сих пор. В «Водкинск» приехало более 300 участников. На трассу вышли и любители, и вип-участники. И команды районов, и предприятий. Они приняли участие в суперспринте. Заплыв 300 метров, бег 2 километра, велосипед 8 километров. В личном первенстве дистанция была больше, чем в два раза. Самой сложной была олимпийская дистанция, полтора километра плавания, 10 километров бег и 40 километров велосипед. Цель турнира – вывести на новый уровень те спортивные события, которые проходят и будут проходить в регионе. Напомню, что правительство Удмуртии недавно заключило соглашение с инвесторами на проведение в республике пяти любительских спортивных мероприятий. Турнир в «Водкинске» стал первым в этом плане. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте. Удачи вам, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok